Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что часть экспресс-тестов на коронавирус, которые доставили из Китая, вернут обратно. Как выяснилось, они оказались бракованными, и с их помощью невозможно точно поставить диагноз. Закупили их у китайской компании Shenzhen BioEasy. Испанские микробиологи сообщают, что чувствительность этих тестов 30%, а нужно как минимум 80%. «Мы следуем системе, которая проверяет качество всего, что мы покупаем. Это исследовательский центр имени Карла Третьего, который в данном случае утверждает эти экспресс-тесты. Он следует правилам и требованиям, которые должны гарантировать, что тесты точные. В этом конкретном случае тесты вернут поставщику, а вместо них предоставят другие с гарантией качества». Такие же бракованные китайские тесты выявили в Чехии. Их заказали 300 тысяч штук, заплатив за это 2 миллиона долларов. По меньшей мере 150 тысяч тестов уже прибыли из города Shenzhen. Название компании-поставщика неизвестно. Чешские СМИ сообщают, что в 80% случаев тесты ошибаются. Сотни тысяч подобных экспресс-тестов закупили многие страны. Как предполагается, результат они должны выдавать в течение 30 минут. Обычные тесты позволяют поставить диагноз за несколько часов. При этом в Чешском национальном институте здравоохранения отмечают, что в целом эти тесты малоэффективны, поскольку выявляют антитела и не могут подтвердить наличие вируса в первые 5-7 дней инфицирования. Именно в этот период пациент наиболее заразен. Однако его организм ещё не выработал антител. Ранее правительство Нидерландов также объявило, что вернёт в Китай сотни тысяч бракованных масок для лица. Как выяснилось, в местных больницах они не защищали лица или были с неработающими фильтрами. В общей сложности Нидерланды заказали у Китая миллион триста тысяч масок. В Испании выявили более 80 тысяч заражённых коронавирусом. Более 6800 человек скончались. В Чехии заболевших около 2800, умерших 16. В Нидерландах более 10 тысяч заболевших. Жертв – более 770.